Смотрите, какая прекрасная осень. А это листья. Один листочек – это der Blatt или das Blatt. Как вы думаете? Вот. Дочь мне подсказывает – das Blatt. Правильно. А когда много листочков – die Blätter. А мы продолжаем урок. Сегодня мы учим цифры. Слова, буквы, все такое. Грамматика. Сегодня мы учим цифры. Я специально не писала перевод на русском, потому что и так понятно. Вы их знаете. 0, 1, 2, 3 и так далее. Вы можете несколько раз прокручивать это видео. Я вам буду произносить, а вы записывайте для себя, как это произносится. Хотя, если вы со мной уже на 41 уроке, вы умеете читать, да? И я думаю, сможете легко запомнить, что, возможно, даже вам и не надо подписывать, как это читается, да? Вы уже знаете. Или пройдите еще раз мой урок, где мы проходим чтение. Так. Ну, 0 – это 0. 0. Потом 1, 2, 3, 4, 5, 6. Вот 6, как X. Вот это X в конце. 6. С как Z звонка. 6. А, четверка еще. 4. 4. Вот это R не очень ее слышно, но многие говорят. 4. Как будто А в конце. 4. Протяжно. Дальше. 7. 7. Потому что И, Э. Потому что И, Э стоит, да? 8. 9. 10. Вот, Х как. Она здесь не протягивает И, а как Й. Цейн. Цейн. Эльф. Цвёльф. Почему только до 12? Потому что после 10 только Эльф и Цвёльф. Только 11 и 12. Они вот так по-другому звучат. Все остальные будут с приставкой Цейн. Сейчас вы увидите на следующем листочке. Вы можете этот кусок видео еще раз промотать и сначала запомнить эти 12, да? И выучить их. А потом переходить к следующему, к следующей части урока. Вот. Смотрите, как теперь меняется. Вот. Получается, к десятке добавляются вот 3, 4, 5 и так далее. Вот была Цейн. Это 10. А добавили Драй впереди. Получилось Драй Цейн. Драй Цейн. 13. И так далее. К десяточке добавили ФИР, ФИРЦЕЙН. Добавили ФЮНФ, ФЮНФЦЕЙН. Добавили от ЗЭКС. Тут С убрали и получилось ХА. Произносим ЗЭХЦЕЙН. ХА. ЗЭХЦЕЙН. Потому что для удобства убрали, чтобы это нормально звучало. Пометку сделайте себе 16. Убираются С и произносятся как ХА. ЗЭХЦЕЙН. СЕМНАЦИЙН. СИПЦЕЙН. Не ЗИБЕНЕЦЕЙН. А ЗИПЦЕЙН. Убрали ИН. Для удобства. Тоже можете сделать себе эту пометку. ЗИПЦЕЙН. Потом АХЦЦЕЙН. Тут не убирали. Хотя неудобно произносятся. Ну, АХЦЕЙН. Вот так немножко как бы её ТЦЕ. Не надо прямо ТЦЕЙН. АХЦЦЕЙН. Нет. Немножко легче. АХЦЕЙН. НОЙНЦЕЙН. И вот видно вам, я надеюсь, ЦВАНЦИК. Да? ЦИК. А то я вижу, что... Я надеюсь, вам видно. Да? Ц и Г. На видео. ЦВАНЦИК. И всё, что ЦВАНЦИК, то же самое. К 20 мы будем добавлять каждую цифру и соединять её словом УНТ. УНТ – это И. По-русски И. Это типа 1 и 20. 2 и 20. Вот так вот, да? Они наоборот... А, кстати, они, немцы, наоборот, произносят цифры. Вы видите? Чтобы сказать 18, мы произносим 8 и 10. И они точно, допустим, АХЦЕЙН. Когда всё, что после 20... Я не знаю, кто это придумал, но они называют сначала последнюю цифру, потом соединяют его типа её И, и дальше называют 20. Это как вот 1 и 20. Вот запомните, это, конечно, ломает мозг очень. Я сама пока привыкла. Но так оно и есть. Сначала произносим последнюю цифру, потом вот это УНТ, и потом ЦВАНЦИК. Допустим, или следующее. ДРАЙСИК, ФЕРЦИК. Ну, это мы сейчас дальше донём. Мы, наверное, переложим это на следующий урок. Вы сначала это выучите, потому что голову ломает очень. Главное, это для себя один раз запомнить, тогда легко. Всё, мы запомнили, что после 20 до 100 цифры наоборот. Вы это и проговариваете как бы чётко. Здесь есть, поэтому 6 и 20. СИБЕН-УНТ-ЗВАНЦИК, АХТ-УНТ-ЗВАНЦИК. И, блин, не добавила ещё одну. НОЙН-УНТ-ЗВАНЦИК. Да, вот вы видите на следующей этом листочке. НОЙН-УНТ-ЗВАНЦИК. Вот, пожалуйста, запомните это. И всё, что по десяткам идёт. 30. ДРАЙСИК. Только тридцатка. 30. Именно меняется окончание. Шарф СС называется. Это СС. С-И-Г. ДРАЙСИК. ДРАЙСИК. Это немножко мягко в конце. ДРАЙСИК. Так же, как и ФЕРЦИК. Они немножко можно и ФЕРЦИК говорить. Но лучше вот этот СВАНЦИК, ДРАЙСИК, ФЕРЦИК. Смягчаем в конце. ХИ. Как ХИ. Больше. Хотя, если ДРАЙСИК, тоже правильно. Но вы услышите, немцы говорят очень мягко эти слова. ДРАЙСИК. ФЕРЦИК. ФЮНФЦИК. ЗЕХЦИК. ЗЕПЦИК. АХЦИК. НОЙНЦИК. Да? И то же самое, что мы проделали с двадцаткой, делаем с каждым... тридцатью, сорока, пятьдесят и далее. Забыла, как называются эти, господи, десятичные числа. То же самое, вот как у вас пример сейчас, да, последняя была. НОНЮНЮНЦВАНЦИК. Вот все, допустим, берем дрАЙСИК, тридцать. То же самое, ein und dreißig, zwei und dreißig. ДРАЙ und dreißig, vier und dreißig, фЮНФ und dreißig, секс und dreißig, sieben und dreißig, acht und dreißig, neun und dreißig, и потом идет фЮНЮНЮНЮНЮНЮНЮНЮНЦИК. И то же самое, от двадцати до девяносто, все то же самое. Первое число, первое называем то, что последнее, потом und, и десятичную цифру, да, dreißig, vierzig, fünfzig, sechzig, siebzig, zwanzig, или achzig, neunzig, да. Надеюсь, понятно, да. Вот начало называется последняя цифра, потом und, и потом десятичная. Запомнили? Не запомнили? Еще разок прокрутили назад и посмотрели. Записали себе, сделали пометки так, как понятно именно вам. И продолжаем дальше. Дальше, да. Да, потом идет сто. Ein hundert. Почему я выделила? Вообще сто – это hundert, да. Но ein hundert, потому что, именно потому что сто, а не двести, допустим, да. Двести – это как двойка, да. Вот почему hundert – это как типа два нуля, а единичка – это ein. Да, ein hundert. Потом zwei, потому что двести, да, двоечка стоит и два нуля. От zwei hundert и так далее. Драй, фе, 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 секс, хундер. Ну вот, понимаете, да, все просто берем от одного до девяти и подставляем до хундер и будет вам число. Да, если это двести, потому что там стоит два ноль ноль, значит, zwei hundert. Если это будет девятьсот, это значит нойн хундер, потому что девятка и два нуля. Понятно? Я надеюсь, понятно. Непонятно, что раз прокрутили, еще раз прослушали мое объяснение. Что просто. Да, на заднем фоне выслушали мою дочь, но мы продолжаем. Так, теперь понятно, да, как мы произносим, если сто, двести, триста. Идем. Теперь, как произнести сто один. Сто два, так же и двести один, двести два. Значит, hundert eins. Можно ein hundert eins или просто hundert eins. И так далее. Hundert zwei, hundert drei и так далее. Если вы хотите двести один сказать, zwei hundert eins добавляем. zwei hundert zwei, zwei hundert drei и так далее. Вы просто добавляете еще туда все то, что вы хотите назвать. Допустим, я сейчас перепрыгну. Вот следующее. Смотрите, на сто двадцать восемь. Да, hundert acht und zwanzig. Вот как мы перед этим смотрели двадцать восемь, да, мы взяли это просто двадцать восемь и добавили к hundert. И так и получается. Вы так и произносите. Hundert acht und zwanzig. Получается hundert или zweihundert, dreihundert, vierhundert, да, это может быть неважно, да, какое оно выходит наперед, а потом вот все остальное нужно произнести. Hundert, допустим, сто десять. Hundert zehn, это как сто и десять. Hundert zehn. Допустим, сто восемнадцать. Hundert и берем уже готовое. Hundert zehn. Ну и сто двадцать восемь мы прошли сейчас. Еще раз повторю. Если сто, двести, триста и четыреста и так далее, мы берем цифры от одного до девяти, а потом hundert. А если мы уже после ста, после двухсот и так далее, тогда выносится это наперед. Вперед ein hundert, а потом все остальное произносим. Zweihundert и так далее. Завтра мы разберем остаток. Вы сначала попробуйте это запомнить. Это не так-то легко. Вы сначала выучите это, а потом дойдем до миллиона. Всем большое спасибо за внимание. Спасибо, что вы со мной есть. Тех, кто еще не подписался, подписывайтесь. И нажимаем на колокольчик, будете получать уведомления о новых уроках. Мне очень приятно за ваши положительные комментарии, что у вас все получается. Я с вами. Держитесь. Все у вас будет хорошо и все получится. Не сдавайтесь, не отчаивайтесь, пожалуйста. Учите. Делайте паузы. И потом снова со свежей головой приступайте к учебе, к повторению. Это очень важно.